Всем привет! Вы слышите диктатора тропического острова Алехандро Халецкого, и я продолжу проходить Тропика 6 с дополнением Эль Президенте, со всякими прибамбасиками. Мне в комментариях много советов надавали к прошлым сериям, постараюсь им следовать, сделать побольше грузоперевозящих компаний. Потом мне там попеняли, почему у меня еще дворец не в цветах белорусского флага. Действительно, давайте, собственно, займемся удлинением крыши. Ну вот тут всякие... красный ковер, конечно, поставим. А, не открыто. Должны замки стоять, блин, ладно. Тогда траву. Так, что с планом? Мне вот так больше нравится. Так, сам дворец. Цвет слоя первый. Блин, тут нету красный... А вот красный. Цвет слоя второй, а зеленого нету, похоже. Постельно-зеленый только. Ну, он нах, ну и белый, да. Как-то зеленый, не очень зеленый. Красный-зеленый, ну какой-то он стиль окон. Заколоченные окна. Не, мне вот такой нравится. Стеклопакеты, это у нас любят в Беларуси. Стеклопакеты. Внешние стены. Штукатурочка. Гипсовый. Песчаник. Ветхость. Не, давайте со штукатуркой. Что, если мы поменяем зеленый и красный, предположим. Блин, тут такой зеленый какой-то, очень бледный. Тут мы тогда зеленый оставим, и тут красный. Вот так. Нет, мне больше прошлый стиль нравился. Вот так пускай будет. Так, ограждение. Кирпичная стена. Изгородь. Викторианский стиль. Ну вообще у нас вокруг резидента Лукашенко, вокруг резиденции Лукашенко такой, я бы сказал, ну это не викторианский стиль, колхозный стиль, правда. Но тут все заблокировано. А нет, здесь вот есть пирамида, вертолетная площадка, сад на крыше. Давайте сад на крыше. Мне нравится больше сад. И маленькое украшение. Воздушный танцор. Знамя Тропика, флагшток Тропика. Статуя Эль Президента. Ну это слишком. Давайте. У нас Александр Григорьевич флаги любит ставить. У нас есть огромный такой флаг Беларуси. Тоже недалеко от его резиденции. Так, ну и большое украшение. Странное дерево, метеорит, бельведер. Вот тоже фонтаны. Давайте современный фонтан. Все. Дворец мы улучшили. Это я ничего не буду. Ну вот, собственно, мой чувачок. Я думаю, это так и оставим. Все. Теперь мы улучшили. Все. Так, давайте глянем, заработанные граждане 18, сколько у меня вообще этих самых компаний-перевозчиков. Шесть. То есть вы считаете, имеет смысл еще больше. То есть мне, что говорят, что я зря много портов поставил. Если перевозчики не успевают сюда привозить продукцию, то как бы смысла в них нет. Я не совсем с этим согласен. Да, я согласен, что перевозчики, если не успевают привозить, то порты не будут работать. Но, тем не менее, чем больше портов, тем чаще прибывают корабли. И действительно, компанию перевозчиков надо просто еще одну сделать, я думаю. Вот у нас компания перевозчиков. Вот, вот. Это три. Дальше четыре. Пять. Ага, шесть. Значит, надо где-то, наверное, в этом районе сделать компанию перевозчиков еще. Я думаю, семь абсолютно достаточно, просто выше крыши. Так. Если не хватает. Что хватает? Ну, сказали, что повышать количество сети можно, увеличивая сигнование. Видите, сто сорок восемь стал. То есть, пока мы можем уменьшить, потому что просто нам не требуется больше. Мы две электростанции построили. Давайте уменьшим. Пока это дело. И начнем, в общем-то, выполнять квесты. Опять же, мы сказали, что, типа, эти квесты, они все фигня, нафиг надо. Но многие из этих вещей стоит построить. И я бы, знаете что, у меня сейчас действует пока указ на городское развитие. Я бы сносил вот эти маловместительные дома, бараки, и строил бы более вместительные квартиры. Потому что тут десять живет, а здесь шесть. То есть, квартиру строим, барак, два барака, считайте, сносим. А, так, надо деньги накопить. Вот, шпионаж надо делать. То есть, это надо... Хотя и ночной клуб я бы построил. Так, по поводу бездомных. Надо смотреть, опять же, кто у меня бездомные. Тут банкроты, бедные, обеспеченные. Я не знаю, почему обеспеченные не хотят селиться в поместье. Я для них все организовал. Два поместья крутых. Но они там жить не хотят. Так, приехали денежки. Если приехали денежки, то, наверное, ночной клуб построим. Да, и мне еще советуют... Вот эти все чертежи открывать, либо через брокера. Не хочу вас напрягать, но решение мне нужно как можно скорее. Хм. Ну, мне тут они не предлагают. Можно открывать новые ячейки. Вот, видите, я могу тратить эти швейцарские франки на какие-то новые предложения торговые. Ну, мне это все пока не надо. Давайте откроем еще одну ячейку. Можно будет обновить. Спровоцировать ваш стайн. Для этого шпионская... Ну, я бы шпионскую академию тоже построил. Ладно. А, и мне тут говорят, что вот эти рейды не дают денег, а они дают как раз исследования. Так что я нормально. Я думаю, что деньги я и так заработаю. Блин, ну, ночной клуб требует открытия... Своё открытие себя. Ну, я, пожалуй, дома буду пока строить. Просто у меня действует этот... Так, многоквартирный дом. А я даже буду многоквартирные дома строить. Подождите. Это просто квартира. А тут многоквартирный 16 человек. Квартира... Ну, это, правда, жилое строение хорошего качества. Как минимум обеспеченный. Значит, давайте многоквартирный дом. Потому что обеспеченных тут у меня буквально хотят жилья 3. И вот в этих жильях у меня в домах бедные, по-моему, живут. Банкрот, да. Вот я буду строить многоквартирный дом как раз для этих ребят. Так, а кто у нас в этих живет? Тут обеспеченные. Вот для них можно как раз квартиры и снести эти маленькие дем. Тут обеспеченные, видите? О, тут лекарификация не проведена. Как так? Рейд выполнен чертеж «Сувенирная лавка». Так, проверяем еще по электричеству. Все хватает. Все хватает. Так, тут многоквартирный дом строим и вот это сносим. Построен, электрифицируем. Уровень достатка бедный. Значит, сносим те дома, где бедные живут. Шестеро, а тут шестнадцать. То есть, как минимум, три можно снести. Альтернативный источник пищи открыли. Дальше. Вечеринка для дипломатов. Тортировка отходов. Ну, мне написали в комментариях, что режимы работы больниц типа нафиг надо. Ну, давайте диктант тогда откроем. Хорошо. Альтернативный источник пищи что дает? Порог повышается на десять для граждан, умирающих от плохого здравоохранения. Время восстановления в годах четыре. Надо ли мне это? Национальный праздник тоже как-то. Производительность всех ферм и ферм с фабрик снижается. Комфорт рабочих на всех фермах повышается. Экспортная цена мяса повышается. Отношение к вам промышленников ухудшается. Экологов улучшается. Нет, ничего не буду этого принимать пока. Так, давайте построим теперь. Вот эту квартиру для обеспеченных. Красоту не забываем наводить. Газета на хозяйственность работает. Где у нас лачуги? Где-нибудь видите, чтобы лачуги появлялись? Тут сразу, видите, все заполнено жильем. Отлично. Тут обеспеченный. Тут будет обеспеченный, да? Обеспеченный. Улучшаем, электрифицируем. Плюс 32 пока баланс. И тут, наверное, будем сносить. Так, а это у нас что? А, магазин. Давайте еще одну квартиру для обеспеченных. Хочу модернизировать все жилье в городе. Так, электричества пока хватает. Плюс 42. Что у нас по торговле? Все идет. Производство мы сделали. Без домных пока много, но я думаю, это мы решим тоже. Красивые райончики. Ну, да, какие веселые домики. Я бы сам в таком жил с удовольствием. Так, электрифицируем. Пока баланс 24. Значит, строим многоквартирный дом еще здесь и сносим. Так, тут живет 16. Еще 3 можно будет снести, да? Это сразу снесем. У нас больничка. Я бы еще тут построил вместо коммуналки. Как бы еще народу в коммуналке тусить. Здесь обеспеченные живут. Сейчас мы решим проблему с жильем. Повысим качество жилья. Я считаю, это важно. И начнем все-таки вот вот загородный дом, я не понимаю, конечно, экологи хотят, но можно построить. Ну, загородный дом это вот низкое качество. С другой стороны, почему нет? Если они хотят, давайте построим три загородных дома. пока, видите, грузовые судны привозят, то есть какие-то деньги я получаю постоянно. Так что, видимо, хватает перевозчиков, то есть не было, чтобы ноль вообще было. Так, и здесь я снесу коммуналку, когда это здание достроится. Так, я бы еще с электричеством уже не хватает. Не, еще плюс 4. Ну, повысим. Повысим баланс. И, кстати, компаний-перевозчиков можно повысить тоже им денежки всем. Всех вечернюю смену еще добавим. безработных всего 10. Осталось с бездомными решить проблемы. Повысим. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поддержка 78%. Вот что значит качественное жилье. Ну и мне нравится, что я рейдами открываю технологии. Так, электрифицируем все. Хватает мне пока... Да, плюс 8 баланс, это сносим. Так, вот после этого сноса, по-моему... Ну надо на другие вообще районы переходить. Вот у меня еще район... С жильем. Так, тут давайте красоту наведем. Парк. Никаких тут... А, Тадж-Махал могу поставить. Можно сказать и поставить. После смерти каждый житель передает... Да, мне еще писали в комментариях, что я застроил никелевую шахту. Ну-ка, проверим. Трудник... Никель. Ну... Тут, наверное, можно будет добывать. Или... Ну вот это можно будет снести. Или перенести. Шоколадная фабрика. Можно будет перенести. Пока мне никель не нужен. Ну да, застроил. Виноват. Так, давайте Тадж-Махал действительно. Кто и чудо деньги дает. После смерти каждый житель передает свое состояние государству. Чем плохо. Недалеко от Стоунхенджи. Может, на каком-нибудь... В каком отдельном пятачке. Нет? Ну ладно. Так, строим. Здесь не достроили еще улучшения. Это тоже на жителей влияет, вот эти все парки. Тут у меня еще в будущем тоже будут дома. Охота, чертеж, вдохновляющая стата. Это что такое? Туризм? Нет. Увеличивает красоту окружающей местности. Выберите позу, чтобы влиять на живущих рядом граждан. То есть, это еще и на живущих граждан влияет. Так, давайте глянем, где у нас красота местности не очень. Электричество, безопасность. Тадж-Махал, известнейший мавзолей мира прибывает под восторженные аплодисменты. А где красота? Это значит, что культура Тропико вовсе не погибла. А, вот красота. Так, ну тут понятно, свалка. Тут еще более-менее. Ну вот здесь надо поставить где-то, я думаю. Как раз тут жилье сейчас будет? Давайте. Слушайте, это не так уж и намного влияет. Так, тогда тут уберем просто парки. Так, бедный сносим, бедный. Парк. Парк. Загородный дом обеспеченный. Таверну не трогаем. Так, ставим здесь многоквартирный дом. А, еще не снесли. Сорян. Ой. Коммуналку я не хочу. Многоквартирный. Многоквартирный. Шесть. Три многоквартирных это сорок восемь. Сорок восемь разделить на шесть это восемь. То есть три многоквартирных заменяют восемь бараков, считайте. Я сейчас бараки тоже снесу и на их месте одну поставлю квартиру. Очень странно, но тут много квартир на а это просто квартира. Ну это чем-то больше на дуплекс похоже или на то есть каждый этот домик это какое-то отдельное жилье. Вот это имеется в виду. Ну просто такое название в русском переводе квартира. Это нифига не квартира. Блин, восемьдесят семь процентов. Как народ офигевает от нового жилья. Вот это в этом идея нормальных правящих режимов. То есть я понимаю, что это игра и так просто нельзя утрировать, но страна зарабатывает деньги, чтобы вкладывать их в инфраструктуру и улучшать качество жизни жителей. Когда деньги просираются всякое говно типа Олимпиад, когда вся инфраструктура разваливается, это не ну это нехорошо. Поспорьте со мной в комментариях, конечно. Что я могу понимать тут играя в игры. Городской развитие. Блин, заканчивается городской развитие. Мне надо больше тратить денег на сколько еще осталось. То есть я меньше трачу денег. Я кучу денег сэкономил. А, все уже закончилось. Блин. Что, может еще раз заплатить? Как бы у меня еще несколько районов в общем-то не улучшенных. электрифицировано. Так, везде стоит обычное обслуживание. Качество жилья повышается, штраф безопасности снижается. Не, у меня и так безопасность нормальная. Вот это все сносим. Мы сейчас где-то статую должны поставить, кстати. Уже надо подумать. Давайте я, наверное, заплачу сейчас, когда буду ставить дома. Сначала это пускай снесется. Идет холодная война, но на улице очень-очень жарко. Не пропускайте новости погоды. Хой хасэ кальянте на канале Уно. Так, давайте пока у нас столько денег построим для шпионажа. Здание. Блин, где ж оно? Каждый раз их теряет. Так, сторожевая башня. Вот шпионская академия. Ну, они все вместе. Вот у меня тут пиратская башня. Вон там разведывательные эти. Ну, здесь ставлю. Так. Теперь запускаем указ городского развития. спать под открытым небом и строим теперь квартиры. Так, давайте еще со статуей разберемся, куда ее лучше бахнуть. так, сюда дом. Давайте, наверное, вот так поставим. И квартиры вот так. Пока. так, что у нас по бездомным бедным банкротам обеспечен... Ну, для обеспеченных квартир вот 11 бедным не хватает. То есть, еще желательно... У меня еще вот район на расселение. А где, кстати, халупы вообще? Где у меня вот эти бездомные живут? То есть, где надо увеличить жилье? Вот халупы я вижу, но это одна только. Мне сюда перенесло. Так, что тут с квартирами? Опа, баланс сети в минус пошел. Сорян. Так, плюс 56. Шпионская академия готова. Восемь безработных всего лишь. Блин, как я все-таки качественно... Так, теперь начинаем четыре шпионажа. Надо четыре шпионажа. Чертежи. Ну, в общем-то, чертежи будем тырить. Потом, конечно же, сопрем храм Василия Блаженного. Что он, правда, дает? Граждане будут чаще посещать религиозные здания? Я не хочу на религиозность. Когда гражданин теряет удовлетворенность, блин, мне не очень удобно. Шоколизей. Общая удовлетворенность граждан учитывает только их удовлетворенность едой и развлечениями. Сфинкс. Секрет Сфинка невозможно скрыть. Повышает все туристические рейтинги. Ну, кстати, как вариант. Иммигранты счастливы на 100%. Повышает все туристические. Ну, прям, либо Сфинкс, либо Статуя Свободы. Потому что я что-то через веру тут не особо играю. Поэтому и неохота. Так, можно выбирать позу. Что написали, что можно выбирать позу статуи, а нифига подобного. Вранье. Опять вранье. А, слушайте, у меня сразу они строятся электрифицированными. Отлично. Баланс 38. Так, что у нас по бездомным? Бедный. Так, ну, я бы тут, наверное, дальше улучшал. Тем более, видите, тут хибары, так что для бедных строим здесь многоквартирный дом. Тут хижины эти уберутся. Во-первых, в каждой хижине 2-1 живет. Три барака уничтожу. Так, 10 тысяч получили. А кто говорил, что рейды деньги не приносят? Вот, пожалуйста. Пришла все-таки денежка. Так, торговля у нас продолжается. Ром, бананы, лодки, мясо и пластмассы. Может, торговую лицензию купить побольше? Еще что-нибудь продавать будем. Ром, бананы, лодки, мясо и пластмассы. Давайте, что у нас еще доступно? На 10% бананы, бревна, доски, золото. Ну и золото мы и так делаем. Сталь. А у меня есть вообще сталь и литейный за пол? Ну и есть. А сигары я произвожу? Ну я бы сталь, наверное, все-таки продавал. Давайте сталь. Какое вообще отношение восточный блок? Там мне еще говорили, что просить финансовой помощи, типа, оно будет уменьшать настроение, но какая разница, если у меня и так торговля идет с советским блоком. Очень нехилая. так, это сразу ну а этот не эктрифицирован. баланс сети плюс шесть, сносим. Блин, что-то иметь денег уже дофига так идет. А это все за коммуналочку. Строите нормальное жилье, в которых люди хотят жить, и вам капает коммуналочка с них. так, ну вот сейчас у нас скоро опять электроэнергия будет заканчиваться. Сколько там рейд идет? Поставлю охоту за хрущей. Тут видите, что-то еще накопилось очков рейда какого-то. Пускай используют. Ночной клуб тоже неплохо. Кстати, он для кого-то для туристов или для моих жителей тоже. Развлекает путешествие граждан и туристов. Привлекает туристов экстремалов. Гости должны быть обеспеченными или богаче. Безопасность снижается. Но у меня, по-моему, обеспеченных довольно много. Да. Средний класс создал. У меня даже среднего класса больше, чем какой я хороший. Какой я классный диктатор. Почему я еще не президент Беларуси? Я не понимаю. Диктант. Ну что, издадим указ диктант. После завершения обучения каждый выпускник старшей школы может получить диплом колледжа с вероятностью 5%. Каждая школа повышается на 50%, но меня это устраивает. Другое дело, что у меня, кстати, старшая школа не построена. Граждане требуют провести выборы президенты. Похоже, они хотят сами решать, как... 81%. Подовлетворенность с жильем. Кстати, все равно 54. Что это они так... Я же улучшаю жилье постоянно. Фракции странно. Я торгую с СССР, но фракция капиталиста меня больше поддерживает. никого не буду обвинять и пообещаю улучшение опять же жильем. или криминальный жильем. Так, это он тут будет долго говорить. Золотая эпоха процветания настала для каждого ныне живущего тропиканца. Это произошло благодаря вашей вере, вашей вере в меня. Эль Президента. Узрите же памятник, воздвигнутый моими собственными руками. Блистательный пример изобретательности тропико. Мои пальцы покрыты мозолями прогресса, но елей победы смекает. Хорошие вещи говорит, все правильно между прочим. Так и есть. Я знаю, как вы страдаете жизнью тропико. Что у нас? трясутся, а крыши протекают. У тех из вас, у кого есть крыши. Уже скоро крыши будут у всех. колледж нужен. Колледж нужен, кстати. Давайте я куплю колледж поставлю. Особенно для тех, кто ровнее прочих. Вот тут. Чего хорошего можно ожидать от будущего? Хороших жилищных условий. Крыши станут более покатыми, стены ровными, а окна прозрачными. Таким хорошим в тропико станутся по-моему, вообще самые крутые уже дома им построил. Так, припецировано, минус 26 баланс сети. Ну, все, я уже до максимума улучшил электростанцию. Кстати, может, у электростанции можно еще что-то улучшение какие-то? О! Качество работы повышается, объем вырабатывая энергия снижается, загрязнение уменьшается. Вот это надо поставить и производить энергию из нефти. А повысит ли это энергию? Давайте посмотрим. Так, она производит 450 электричества. Ну, и все равно будет произойти 450, я так понимаю. Загрязнение можно уменьшить, конечно, что у нас тут по загрязнениям. Я бы со свалки лучше бы уменьшил загрязнение. как-то тут у нас еще где-то, да. Так-то немного прям она создает. Вот свалки намного больше генерирует. Но все равно в принципе там, где живут люди, нормально все. Блин, денег дофига. Ладно, давайте ночной клуб тогда, что ли. Повышается криминальность. Давайте глянем, где у нас вообще криминальная безопасность. Ну, везде одинаково желтая, просто рядом с портом не ставить спортом. Рядом с спортом. Давайте где-нибудь тут ночной клуб тогда. Пусы разместить на суше. А я где размещаю? О! А, где у нас колледж? Вот он. Режим работы нейроны мозга, нейроны сила. ночной клуб работает. Что у нас с жильем? Бездомных граждан всего четыре, которых основные это бедные и банкроты. Ну, я бы вот здесь еще кто-то у нас продуктовый магазин. Тут надо еще ставить многоквартирочку. Шпионаж, чертеж, телестанция. Сперта. Требования выполнены. Лучшая защита это хорошее нападение. Отношения с фракцией милитаристы повышаем. Так, чертеж телестанции сперли. Увеличивает свободу вокруг себя, транслирует пропаганду, влияющую на проживающих рядом, особенно эффективно действует на детей пенсионеров. А насколько она вообще... Оу, зашибись, она очень, очень широко действует. Так, ну, мы ее прям вот тут наверное поставим, да? Да? Отлично. Чертеж экскурсионное бюро. Это что дает? Ну, это для туристов. Нет, не для туристов. А, да, туризм. Вилла на пляже, отель высокого. мне не хочется пока на туристов тут пор делать. Я хочу пока своих ребят улучшить. Криминальная безопасность не очень. Давайте глянем, что с туризмом. Пища удовлетворена, здравоохранение нормально. Ну, то есть, я бы не сказал, что какие-то, криминальная безопасность. Ладно. О чем я в полиции нету? Парковка. Парковка позволяет пользоваться машинами. Тут еще куча не открыта всего, да? Ущественные службы. Странно, что нету полиции. То есть, пожарная станция есть, а полиция типа как, ну ладно. Так, что у нас тут с ночным клубом? Кстати, пошла работа. А что за дресс-код? Должны быть в окне. Не будем, не будем разделять граждан по признаку богатства. У меня в ночной клуб могут ходить все. Электрифицируем. Значит, оставляем все как есть. А в этих квартирах нету режимов работы. Окей, так. Телестанция практически завершена. на всех как начнет зомби ящиком действовать. Так, что у нас тут? Режим работы телесериал. Канал один уровень одобрения проживающих в электрифицированных зданиях немного повышается каждый раз не ложатся спать, но снижает уровень свобод. Вы получаете 10 долларов за каждого гражданина проживающего в электрифицированных зданиях снижает уровень свобод. Платное телевидение, конечно. Боже, у меня там уровень свобод вполне вменяемый. Где, кстати? Ну, 66. Ну, излучатели свободы. 10 баксов с каждого гражданина, а? Платные эти Netflix практически. отчет открыто. Не поставил досрочные вы... Нет, давайте, что у нас тут? Режимы работы. даже бедные граждане могут использовать машины. Кстати, можно... А, она уже открыта, между прочим. У меня с капиталистами отличные отношения. Давайте, пускай... бедняки жалуют... Пускай будет. Остальное пока... Так, что нам еще открыть? Можно государственные займы нафиг надо? Сухой закон? Нет, конечно, я ром производ... А, вот и поли... Стоп, вот полицейский участок, а где сам полицейский участок тогда? Что за фигня? то есть он должен быть в общественных службах. Я, может, слепой? Режим работы для полицейского участка есть. А, это... Это у нас в правительстве и финансах оказывается. Ладно. Ну, надо построить. Тут, тем более, рядом с ночным клубом. Сразу. У меня безработные заканчиваются, блин. О, нехватка электричества началась. Блин, минус два. Уверен, что добрые граждане трот? Как? пускай голосуют, как хотят. У меня 83% поддержки. еще надо электростанцию устроить. Атомную урана, потому что я еще даже уран не добываю. идет еще одну угольную. Ну, давайте здесь же. Заодно снизим ассигнование. у меня что-то работников не хватает. так, где у нас вообще лачуги? Где эти бездомные тусят? Что за фигня? Где у меня 26 бездомных? Ну, это лачуга, ладно. Вообще, бесплатные автомобили разрешил, они должны теперь мочь ездить туда и сюда. Ага, вот тут лачуга. вот лачуга. тут строим многоквартирочку. Нам же бездомным именно бедным не хватает и банкротом. Так, а тут внутри парки организуем. на выборах вы ничего не буду менять. Меня все устраивает в конституции. Я знаю, что вы всегда держите обещания, президент. Так. Ну, что, просто повысить ассигнование на жилье улучшит это качество. Если я вот так сделаю так и вот здесь. Посмотрим. я просто результаты прибыли. Победа Эль Президенте очевидна. Наш вечный главнокомандующий остается с нами. 59. Не слишком шустро повышается. Так, пошла работа. может качество работы везде улучшит на всех электростанциях. У меня денег как бы дофига просто. Загрязнение снижать не хочу. Минус 15 в сети стал. Тут просто еще уголь не привезли. Сейчас привезут и все начнет. чертеж кафедральный собор. Я бы построил. Увышает религиозные потребности путешествующих граждан. я бы кафедральный собор построил. Золото. Золото. Украшения там производятся. Вот тут кафедралочку прямо рядом с телевизионной башней. Опиум для народа и всех пошибов чтобы рядом был. Немножко парков чтобы красоту повысить. Так. Пошло электричество. Тут можно снижать баланс потрату денег потому что уже 162. Даже еще меньше можно сделать. Вот так. О! Практически удовлетворил жильем. Ничего уж не хватает. есть. Выполнено. Ну теперь можно снижать. Ну офигли. Обещание выполнил все. Поле для гольфа. А. что-то ничего не исследуем. я не хочу не ядерное испытание, но вечеринка для дипломатов. Кстати, можно исследовать. Давайте. у нас в политике. попросить еще финансовой помощи как раз. Нормально. как отношения с фракциями. Капиталисты, коммунисты, термия очень любят. Милитаристы. Да, кстати, а что у нас тут режим работы? Натаевшая исповедь. Кафедральный собран считает обеспечить безопасность. Отлично. Так, еще полицейский участок. И вечернюю смену, конечно же, поставим. Из работных еще шесть. Ну, по-моему, я построил небольшой рай. Как вам кажется? Просто, блин, живи и радуйся. Поле для гольфа. Давай. Так, городское развитие заканчивается. Но я больше пока и не хочу квартиры строить. Поле для гольфа сделаем. У нас туризм-то, наверное, нет? Нет. Роскошное развлечение, значит, да? Развлекает путешествующих граждан и туристов. У меня, может, какой-то причал для туристов? Надо вообще посмотреть, у меня особо туристы-то и не приезжают. Надо где-то поле для гольфа отдельно. Ну, вообще, давайте тут. Блин, я рядом... Вот, рядом с Тадж-Махалом. Это будет красиво. Так. Позволяет гражданам и туристам использовать лодки и причаиваясь к местам высадки. Ну, это, мне кажется, на разные острова. А что по туристам? Где у нас вообще статистика по туристам? Она есть? Туризм. Туризм ноль. То есть, у меня туристы просто не прибывают. хотя у меня уже есть места, куда туристам можно прибыть. что, тут-ка причал надо? Ну, давайте попробуем. Хотя нет, ну... Мм. Мне бы хотелось представиться, как подобает Джек. Знаете, почему я так люблю? Буду. Это шифры на сегодня президента. Зак. вид архипелага. Это задание. Так, подождите, как мне туристов сделать, чтобы туристы тоже прибывали? у дворца появился новый талисман. Майор Германо, ваш большой брат, который всегда будет за вами присматривать. Обещаем. не пойму. Ну, давайте построю причину. Мне кажется, вот этот причал это для того, чтобы между островами плавать, а не для привлечения туристов. пресс, наши деньги работают. Я скинул акции на... Ну, тут, наверное, ничего не буду пока делать. А после шпионажа давайте все-таки давайте все-таки статую свободы украдем. Да, надо разобраться с туристами. почему они не прибывают. Свободами повышается даже. А жилье как повысилось, хоть я и снизил, но так и осталось. Не особо сильно снижается. Пища вообще немерено. Чем больше пищи разнообразия, больше они удовлетворены пищей собственно это самое легкое удовлетворение. Видите, 75. Нехватка им веры, но вот безопасность да. Хотя эта церковь сокращает время посещения. Давайте поставим во всех церквях режим для работы. качество качества отхоживания снижает. Ставим как есть. Ну что, построил там причал? Построил. Но эти никто не прибывает. блин, как же, что же с причалами? Может в инфраструктуре где-то порт? Причал, порт перевозчиков. Не понимаю. Может в туризме где-то? А, вот туристический блин, вот он где. Ну, логично вообще. Так, это давайте отнесем тогда и туристический порт. Или здесь лучше его поставить. Как бы рядом с пиратской пещерой он такой опа и порт сразу. а что это у нас клачуги? Как раз туристы будут клачугам пребывать. Шпионаж черчеж больница. О, можем немного еще повысить уровень здравоохранения. С другой стороны, он и так неплох. Качество, качество здравоохранения. Желтое, желтое. Вот тут похуже, да? А, у меня тут вообще нету, по-моему, тут только таверна. Давайте здесь тогда больницу поставим. Развлечение. Блин, где? Общественные службы. Больница. Ага, не влазит. А, тут клиника есть. Значит, клинику сносим и таверну сносим. И тут ставим больницу. На этом месте таверну я сюда перенесу. Рядом с часовней. Так. Развлечение. Таверна. Я бы цирк еще поставил. Развлекает путешествующих граждан и туристов. Привлекает туристов детей. Тем более, хотя бы бедными. Где мы цирк сделаем? Это недалеко надо. Я бы конечно рядом о, ну давайте рядом со свалкой. Нормально. Клоуны днем будут на свалке работать, а вечером в цирке. Диктант первого уровня достигает. Конституцию менять не хочу. Политика норм. Ну как норм? Я снизил конечно отношения со мной, нормальное. Нападать вроде никто не планирует. Так, больница строится, таверна строится, вот, причал для туристов. Ну что, наконец-то повышается. Пошли туристы? Давайте даже увеличим тут зарплату. Не знаю, надо ли соединять дорогой. Давайте соединю на всякий. Ну тут не видно, чтобы требовалась дорога. Туристов сейчас ноль. Может должны приплыть сначала туристы? Вот, например, туристический. Так. Помогите мне освободить рынок и его невидимая рука исполнит ваши финансовые мечты. Рынок это инструмент угнетателей. Помогите создать свободу посредством равенства капиталистов больше, закусочная круче. Ровнее остальных. где у нас закусочная 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 цирк строится. Ну, давайте здесь, рядом с полицейским участком, тем более Да, вот Собственно, корабль туристический приплыл Все Началось нашествие турии У меня Таджбаха, у меня Стоунхендж Есть на что посмотреть Ну, и сколько прибыло? Ноль Может, все-таки дорогу? Приятно иметь с вами дело, президент Так, как у нас тут отношения с фракциями? Капиталисты 91, коммунисты 69 Может, все-таки надо было коммунистов поддержать? Ну, по идее, теперь все еще на машинах ездят на работу То есть лачуги должны быть теперь только у тех, у кого действительно нету дома Так, в больнице построено Добавляем две ячейки Все, качество, больницы Так, электричества не хватает А что это? А, угля? Просто надо добавить, чтобы они еще и нефть использовали А то И надо, наверное, еще одну перевозчиков поставить вот здесь Ну, тут большой парк Красиво Красиво Ах, красота Капиталисты меня просто Обожают, я так понимаю Посылка оплачена О, станция метро Ничего не говорите и не делайте Достигните стадии союза с восточным блоком Так Что-то у меня тут сразу несколько требований возникло О, товарищ, я опечалена вашим возможным предательством Понял Так, давайте импорт У меня есть доступно Что нам тут выгодно Уголь импортировать Кофе Давайте уголь будем импортировать Ну, маленький, возьмем 4400 Так, это выполняем дальше Этот хочет саботаж восточного блока Ну, давайте тоже сделаем Почему нет? А, саботаж у нас только тут Ладно Мне дали срока Тут буквально 4 года, что ли Нет, даже меньше 3 года 3 года Закончить рейд Спровоцировать восстание Тоже можно в очередь поставить А что это за спровоцировать восстание Я даже не знаю, что он будет давать Блин, я опять экспорт Я опять экспорт поставил Так Понятно Мне импорт нужен Импорт Но с Советским Союзом С восточным блоком надо И тут выгодно Выгодно, я понимаю С восточным блоком просто не будет Ну вот Лодки Импорт Сигары Ткань Шпура Ну, эти ткань Как что-то меньше всего Вот Сигары на тысячу Вот Все, поехали Вместо этого я экспорт угля Зачем-то сделал Ладно Думаю, это быстро закончится Западные державы объявляют Тропико эмбарго Чертеж станции метро Так, а что Станция метро делает Повышает качество жилья Ближайших жилых зданий Туристических отелей Ну, отлично И безопас Правда, безопасность снижается Ну, давайте Свяжем жилые районы Надо обязательно рядом Я вот тут в центре поставлю Давайте вот снесем Так Станция метро Еще сносится Ну Жилые районы Как раз свяжем В смысле Чем оно занято? Че за приколы? О Так Тут станцию метро По сравнению Конечно, сити скайлайн Тут станции метро Очень дешевые Здесь вот на месте Этого Трущобы Станцию метро Так Третий райончик У меня вот тут Ну, наверное, в промышленную Тоже стоит поставить Туристических отелей Или в промышленную Не надо Понятно Чисто так Будут ездить Какая пожарный вертолет будет Почему нет О, цирк Клоуны и попкорн Противопожарная система Президента Мне снова приснился кошмар Немедленно забудьте этот канал Кодовое слово Борщ У нас 20 секунд Начинаем А, мы уже в союзе Так И что теперь надо? Какой следующий этап? Ну, я в союзе С Советским Союзом Куча баблища Валит Станции метро Уже на моем тропическом острове Строятся Опа Баланс сети снижен Непорядок Так Так, что по туристам? Я так и не понял Как у меня туристы прибывают Нет? Что-нибудь происходит вообще? Ноль Ну, почему? Почему ноль Может, жилья нету для туристов? Типа отелей Давайте отель построим Мне нужен им отель И отель Так Отель Здесь сразу недалеко от порта Мотель где-нибудь Поглубже Ну, вот Среди жилых зданий Может, теперь Мы привлечем туристов О, суперочеринка для дипломатов Давайте проведем Просто интересно Когда международные отношения Разб... Странно А с дипломатами Наоборот ухудшилось Ой, с этими Западным блоком Только для советских, видимо Ром там сейчас Бухают Так Ну, мне надо какое-то исследование Дальше Открыть Кстати, в газете Какой-то новый режим Надо посмотреть Военное положение Не хочу Религии государства Давайте Для конституции В газете Наверное, просто использую О Следующий уровень Это просто На деньги поставил Ладно Грузовое судно Грузовое судно Туристический корабль Ноль Даже не смотря на отели Дворец официально заявляет Что беспокоиться не о чем Нарастающее чувство страха Совершенно нормальная реакция Стараемся привлечь Много времени, президент Не знаю, сколько Или чего Вам это стоило И про Успел Саботаж сделать Так Тырим Татую свободы Опять Ой, блин Угольная станция Еще и горит Так Где там Мой вертолет Зря что ли Деньги Кладываю Мы в пожарных Больше Вольем И Полицейских Тоже Президента У рабочих есть Брозолей Они хотят Президенты Похоже Банды Нью-Йорка Помешали Нашему плану Похитить Определ Докладываю Блокировка Так Электричество Вернулось О Все Прибыло Десять Туристов Наконец-то Поехали Отлично Что у нас тут Альманак Говорит Безработных Бездомных Все Зашибись Мне все Нравится Так А что Капиталистов Опять Снижается Ну Вообще 85% Поддержка Я думаю Что на этом Серию Можно заканчивать Следующий Мы уже Перейдем В информационную Эру В новейшую Историю В следующей Части Но в принципе Так Тут кстати Доступен Торговый Путь Бананы Лодки Лодки Никель Ром Шоколад Шоколад Я не торгую Нет Шоколад Значит Понеслась Отлично Еще Можно Торговую Лицензию Купить Ром Лодки Банан Ром Лодки Я не торгую Значит Лодками Давайте Понеслась Все Жду Ваших Тоже Комментариев С поправками Того Что я делаю Не так Прошлые Ваши Комментарии Мне помогли Спасибо Что смотрите Играйте В умные игры Давайте Потрим Общую удовлетворенность Не удовлетворен Только работой Ну я Качество работы Могу повысить Просто денег Туда Влить Вот криминальная Безопасность Мне не очень нравится А все остальное В принципе Очень даже неплохо Здравоохранение увеличилось За счет больницы Жилье Работа Все На этом все Всем пока Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот кто сделал Это видео Пользуясь случаем Хочу попросить Вас поставить лайк Оставить комментарий И поделиться Этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также Посмотреть Другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok